По данным мониторингов общественного движения «Народный фронт», 72% детских площадок в России, построенных начиная с 2017 года, к настоящему моменту уже требуют ремонта. Ежегодно в стране на таких площадках получают травмы около 40 тысяч детей. К игровым городкам в Новом Уренгое тоже много вопросов. Прогуляться по ним мы отправили Лалу Гасанову и ее помощников. Площадки этой действительно требуются хорошая хозяйская рука. И таких в городе достаточно. К этому еще вернемся. Ну а пока вместе с приглашенными специалистами пройдемся по другим местам. Специалисты. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Миша. Мне 7 лет. Молодец, Миша. Меня зовут Милан. Мне 5 лет. Посмотрите на эту площадку сзади. Хотите ее попробовать? Хочу. Серьезно? Да. Хочется? Ну бегите тогда. Я бы хотел, чтобы тут гладкий асфальт был. Это тоже надо поменять, потому что не очень. Конечно, площадка это отстой. Ну, тут, конечно, стекла и все несовременно. Составляющая городского пейзажа выглядит так. Картина не самая красочная. Детские площадки, такие, как на Сибирской 17Б, пора бы реанимировать. Но в Мурингое около 200 площадок. Из них далеко не все могут похвастаться резиновым покрытием и современными конструкциями. Если честно, думала, что их уже нет. Таких не существует. Особенно в Мурингое, мне кажется, что площадки достаточно хорошие, новые, современные. Детям там интересно. Детей очень много на площадках. И не думала, что есть такие площадки. Мы ездим на Виадук, потому что ребенку там очень нравится, очень хорошее оснащение. Ребенок просится туда. Игровой городок на Сибирской не является городской собственностью. А это значит, что за содержание площадки отвечают собственники дома. Сейчас местные власти запустили механизм по присвоению территории в планах благоустройства. Однако жуткие конструкции с облупившейся краской, погнутыми качелями, покосившимися лесенками и так далее находятся не только на спорных территориях. Я пошел на качельки. Они обалдеть, какие высокие. Доски где? Горка ужасная. Ой, блин. Это второе, это третье замечание. Можно провалиться. Вот эту досечку надо убрать, потому что на нее очень больно скатываться. Большинству детей на таких площадках просто неинтересно. Но это еще полбеды. Там частенько бывает небезопасно. Торчащие крепления, разболтанные шарниры, расшатанные конструкции крайне травмоопасны. В итоге имеет место досадная ситуация. Детская площадка вроде бы есть, но дети на ней играть не хотят. А если и хотят, то родители боятся их туда пускать. Я пошел кое-куда. Офигеть! Я залезаю сюда. Как в околопанке! Хочу вот это. Хочу делать. А, ну понятно. Я боюсь. Айсо, мне нравится. Площадка появилась не так давно. Вопросы остаются к покрытию, особенно когда таял снег. У нас вместе со льдом сходило покрытие. Качели отваливаются. Качели есть, которые без спинки, этим неудобно кататься. Они постоянно с ней падают. Всякое бывает. Бывает, что в новых площадках что-то отваливается. И падаем, и плохое покрытие, и горки какие-то не очень хорошо сделаны. Там швы, и гвозди торчат. Такое тоже бывает. Но они все равно везде лезут. Они-то смотрят по внешнему виду. Поэтому смотрим и гуляем вместе с ними, чтобы ребенок не поранился. Опачки! Однако, следить за детьми не всегда удается. Вот и один из наших специалистов не смог удержаться на детской качеле. Первый раз такое вижу. Оно отвалилось. Я вас такое оздоровнула. Установкой детских площадок на дворовой территории занимается муниципалитет, поскольку она входит в его собственность. Поэтому вопрос горожан, когда в каждом дворе появится благоустроенная современная площадка, адресовали в департамент городского хозяйства. Ответ весьма лаконичный. Все будет, но не сразу. Это будет подвержено замене, но сначала мы должны обустроить то, что у нас в планах, то, что у нас имеется. Ничего не стоит на месте. Все со временем становится лучше и современнее. Мы просто-напросто можем не успевать. Да и в конце концов это бюджетные средства, финансовые затраты. Это все должны понимать. То есть, если этот конструктивный элемент установлен 5-7 лет назад, он сегодня функционирует, на нем можно также получать удовольствие, кататься, то зачем его менять? Детские площадки города обслуживаются круглогодично. Подрядчики проводят локальный ремонт там, где конструкции пришли в негодность. Ну а говорить о более современных и безопасных конструкциях каждый двор еще рано. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, Денис Галкин, за радиокомпания «Сигма» для НУР-24.